здравствуйте я василий шупейкин хочу спросить что для вас самое сладкое вкусное и полезное задумались думайте а я пока переадресую этот вопрос моему собеседнику меня сегодня в гостях олег крупский ученый пчеловод главный пасечник все я страны я говорю это совершенно ответственно здравствуйте олег здравствуйте а чуть мы будем на вы мы когда-то познакомились далеко-далеко от алматы на большой большой пасеке дело было в чунже да и потом всю дорогу все 200 с лишним километров которые олег вез меня журналисты в алмату он с упоением рассказывал о пчелах а в этом удивительном божьем создании дарящим нам не только сладость и вкусное вещество мед главное что главное дарит нам пчелы главное общение с природой то что они нас подвигают к тому естеству первозданному которого от которого мы когда-то оторвались в этот урбанический город в эту суету то есть умиротворение получает человек не только поедая продукции но и самое главное то что он приобщается к тому с чего он вообще-то вышел вот это же вот надо так любить это мохнатая маленькая насекомая который к тому же больно жалится но все вся эта любовь зиждется на но основой всей этой любви знания знания основы олег да я уже пять минут с тебя вытаскиваю слово мед ну правильно выиграл приз в студию да приз в студию пожалуйста вот это то что мы сейчас будем обсуждать а чего тут обсуждать я сказал это самое вкусное и самое полезное это твой продукт то чем ты обеспечиваешь казахстанцев правильно обязательно да и жители нашего города гостей и не только слушай а что-то он какой-то у тебя жесткий я бы сказал так не течет но вообще понятие меда оно сводится к чему вот есть понятие у вина есть молодое вино да которое только вот отжали и вот она только-только перебродила это молодое вино а у меда тоже есть такое понятие зрелости то есть зрелый мед это мед который уже прошел процесс кристаллизации то есть все говорят вот засахарился вообще слово сахар тут к меду оно ну никак не не нельзя его сюда прикреплять потому что сразу у людей возникает вопрос а сколько же там сахара поэтому мед и сахар это две разные абсолютно структуры которые мы давайте не будем в общем смешивать да ведь смешивают но у нас все мешает к сожалению зайдя в наш магазин вы точно не найдете там нормального молока вы не найдете нормальной сметаны и точно также вполне возможно что вы не найдете нормального меда но то что я подразумеваю под понятие мед мед это понятие нравственное прежде всего посредником между пчелой и конечным покупателем только один это пчеловод и его понятие нравственности она как раз и приводит к тому что как он пчеловодит добавляет ли он при кормках сахар там или все прочее это его личная ответственность поэтому когда вы покупаете мед вы покупаете себе в общем-то на долгие годы поставщика этого меда если он вам не понравился один раз я больше чем уверен что вы к не второй раз к нему не обратитесь вот я в январе прихожу в гости к другу он говорит чай с медом ну конечно же с медом никакой рахат лукум наисовременнейший не сравнится с медом это мое личное убеждение и он говорит мы любим свежий мед дает такой очень жидкую консистенции субстанцию я говорю это не мед он как не мед ты что мы берем на базаре каждую неделю вот баночку съедаем так вы еще на базаре в январе жидкий мед берете да я начал ему объяснять что такого невозможно я был прав абсолютно абсолютно то есть вопрос в чем что у меда во время созревания вот почему он консервирует свои свойства то есть мед многие даже многие любят жидкий мед и у меня тоже на ярмарках многие спрашивают говорит ой нам бы жидкий ну жидкий но придите домой да распустите его это очень простая что значит распустите возьмите банку поставьте на водяную баню где-то градусов ну до сорока до пятидесяти при нагревании мед превращается в эту ну грубо говоря жидкую массу да но теряя но теряя но определенно он должен как бы тоже плата плата за все есть и одной из этих плат есть легкие вещества которые содержатся в меде фитонциды но это вот то что вот у нас в луке в чесноке значит это абсолютно такие вещества которые при любом нагревании они быстро но очень полезные для здоровья именно они именно вот они и тот эффект лечащий то есть эффект лечащий получаете именно таких очень легких простых вещей а в основном продукт не теряет своего свойства по своей к там структур менее сладким не становится нет абсолютно и я скажу что но есть люди которые хотят жидкий мед и пожалуйста хорошо спасибо давай маленький ликбез вот три коробочки и в трех коробочках мед разного цвета что значит вот совершенно белый мед мед семеречье ну меда вообще я по своей как бы тоже уже не первый год занимаясь пчелами определил что мед по месту его сбора определить гораздо проще то есть вот есть меда которые собираются из года в год в нашей местности то есть семеречье это вот наши жтсу где собираются определенные сорта меда это чингиль это ранний вот у нас медонос который вот буквально через неделю через десять дней на рынках появится свежий медок такой жиденький вот как вы говорите у это это тот первый откачанный мед который пойдет у нас на рынке но это мед со степной акации это шикарный мед но он тоже садится и он садится вот в такую массу чем отличается например наши меда семереченские меда они в основном светлые то есть вот если взять регионально алтайский мед я определил каким образом там больше гречки там больше подсолнечника там получить светлый мед ну понятно то есть от того с чего производится медосбор от того растения зависит цвет хорошо что